здесь опять же такой новый бренд x-wage это производит фабрика хайсун которая известна в россии например благодаря квадроциклам хайсун то есть это у них такое новое направление это по сути мотоцикла и как мы видели в чонцине здесь используется один и тот же двигатель во всех этих моделях немножко разного исполнения двигатель метобъем 2 литра 1976 кубических сантиметров ну конечно инжекторный и можно посмотреть что вот есть и трайки и я роста ракета и мотоциклы с колясками то есть даже мотоцикл типа поляриса которые называются реки по реверс тракт до конструкции вот там дальше давайте его тоже посмотрим здесь двигатель стоит правда другое немножко поменьше он имеет объем 976 кубических сантиметров трансмиссия вариатор на можно посмотреть стенд ли фан что касается именно мототехники но то есть видно здесь людей немного на этом стенде ли фан по-прежнему входит в десятку крупнейших производителей как мы говорили в китае что касается производства мотоциклов то есть где-то чуть меньше миллиона он производит мотоцикла в год но больше именно для китайского рынка то есть тут вот модели которые мы уже не раз видели эндуро и 5 400 дальше стрип серии кипи с это означает наверное спорт дальше соответственно вот такой круизер кипи как он про называется к 19 тоже мы к 19 к 16 эти круизеры где-то уже мы рассматривали в канале были видео на эту тему хотя есть вот и простые мотоциклы ли фан по-прежнему поставляют на экспорт простые мотоциклы в африку например очень большими объемами 3 цикла ли фан по-прежнему который он производит уже много лет но есть электрика так и у всех других наверно крупных производителей то есть есть и электрички вот они стоят можно посмотреть ставим где у нас продажи тут некоторые модели в россии есть ну точнее не у нас а у компании регул мото есть модель которая аналогично по своему дизайну до стиле сделано honda dv 300 ки кажется инжекторные на триста пятидесятки даже хотя лонг за производит и достаточно вот такие простые тоже скутеры двигатели внутреннего сгорания есть даже и мотоцикла такого типа ну или вот например это наверно honda зумер уже в таком вот именно в исполнении от китайцев это такой вот европейский дизайн мы рассматривали такую же модель которая у нас называется но не такую же да в таком же стиле вот по этой паре да если посмотреть стиле ломбретто итальянских скутеров у нас эта модель называется кобальт похоже да очень несколько другая оптика сиденье какие другие элементы но в целом есть сходство у лонг за эти скутеры выглядят конечно подороже то есть у нас те которые есть продажи даже в этом стиле кобальт например он попроще можно посмотреть станции по-прежнему усим есть такая такое позиционирование как тайвань то есть это придает все равно некоторые такое уже маркетинговый ореол что качество несколько выше до получается чем просто у китайских фабрик но эти модели рассматривали где-то в чунцине можно посмотреть вот такие скутеры под подороже системой трекшн-контроль но есть и достаточно простые модели вот например на момент вам например вот такой мотоцикл в стиле yamaha вбр 125 такие наверно модели у нас в россии не продаются но на каких-то других рынках 7 их продает делает вот здесь объем не 125 150 кубических сантиметров 18 колеса передний тормоз дисковый задний барабанный но в принципе все как наверно у yamaha ubr предыдущего исполнения на карбюраторная как мы видим а yamaha ubr не знаю дело отличие карбюраторную версию которая когда-то поставлялась в россию теперь не поставляется но на европейские рынки везде уже инжекторная конечно версия ubr можно посмотреть что у ансин есть даже отдельный стенд небольшой по три цикла какие три цикла но здесь обычно вот можно посмотреть по покупателям да кто его покупает то есть в основном это странно латинской америки ближний восток африка если говорить об экспорте но можно посмотреть характеристики да например этого три цикла он достаточно большой и кузов вот такой глубокий до усиленный причем еще изнутри стальными пластинами то есть у него вроде бы он достаточно крупный но движок стоит вот всего лишь 210 или 260 карбюраторная версия у него даже сзади в принципе 1 1 пара колес получается бывают усиленные где четыре колеса стоят рессорная подвеска конечно здесь именно она хотя бывает и именно с амортизаторами когда есть три цикла вот здесь и подешевле и поменьше которые мы не раз видели в том числе электрические здесь мы видим стенд сенка такой производитель и у нас в россии продает их продукцию компания регул мото кажется вот интересно достаточно модель ведь она вот такая простая то есть двигатель здесь 125 кубических сантиметров как мы видим тоже с нижним распредвалом передний тормоз дисковые колеса 18 тоже такая в стиле yamaha uber смотрите вот даже панель приборов да как похоже но у нас сейчас вот у регулу то есть такая модель продажи где-то у нас тоже был на нее обзор рм 125 в этом в имеется ввиду в этой комплекта в этой спецификации да тоже 125 кубических сантиметров но она выглядит несколько по-другому здесь вот такая поинтереснее как модель или вот тоже интересная модель 125 кубических сантиметров но сделано уже виде такого наверно стрита можно сказать да вот по характерной панели приборов городского мотоцикла от 400 к которая тоже как бы похоже на алайн до чем-то алайн монстр но сделано уже более таком привычным на исполнение для стритов с круглой фарой без каких-то таких облицовок скутер 200 кубических сантиметров ну и в основном дальше здесь все стриты вот например в стиле олайн да более типичной облицовкой для этой версии в стиле yamaha наверное мт да получается или вот в стиле husqvarna дизайн тоже 125 к есть у санки как видим мотоциклы посложнее посерьезнее то есть этот туристический эндуро 400 здесь вот такой родстер 450 мотоцикл в стиле ктм по традиции 200 кубических сантиметров ну и дальше вот спорт например 250 можно посмотреть стенд еды здесь выбор небольшой стенд может быть у них не самый богатый они больше именно вот через месяц они все планируют китайцы выставляться на миланской выставке то есть это международная выставка мотоциклов там у них очень большое место именно резервировано под китайские компании здесь вот такой интересный велосипед в россии тоже продаются велосипеды в этом в этом стиле он электрический со съемной батареей внедорожная получается с задней и передней подвеской можно посмотреть характеристики ну то есть максимальная скорость небольшая 750 ватт батарея 48 вольт 20 ампер час литиево с lg элементами 20 на 4 размер колес 35 килограмм вес вот стенд квадроциклов линга и можно посмотреть тоже есть трехсотка в продаже как мы только что видели у тау-тау в таком же стиле или у башан но здесь она наверное полноприводная мне так кажется она полноприводная и вот это конечно хорошо хотя моторчик может быть и не шибко мощный 300 300 чем-то там кубических сантиметров давайте посмотрим 275 кубических сантиметров то есть немного 21 4 лошадиная сила но за зато он соответственно уже полноприводный ну и подвеска здесь видите посерьезнее то есть как мы уже говорили где-то я катался в екатеринбурге на 200 на м 170 модели которая бюджетно считается самая у линха подвеска работает отлично то есть она спроектирована именно сознанием дела и здесь судя по всему так же не знаю если эта модель сейчас продажи на российском рынке но это судя по всему но как-то это выглядит конечно поинтереснее чем например модели башана или вот тау-тау который мы только что видели здесь вот можно посмотреть стенд фуэга моделей фуэга производит немного но там вот мы видим наверное самую популярную модель у нас на российском рынке модель теккен а вот она с багажниками или без багажников в серединке вот у них стоит стрит какой-то но здесь скрэмблеры скрэмблеры тоже есть продажа на российском рынке тут вот несколько разные исполнения вот такое пожалуй еще не видел можно купить например этому а вот здесь даже 300 к здесь уже стоит двигатель помощнее эти модели можно купить например в universal motors